Общество знания. Тема номер 17. Современные подходы к пониманию права. Почему люди по-разному понимают право? В каком случае закон противоречит праву? Можно ли создать идеальное право? В науке о праве правоведения существуют различные теории, или, как еще говорят, подходы к пониманию права. То есть различные представления о том, что такое право, в чем его сущность, ценность для человека общества. Число основных обычно включают, естественно, правовой, исторический, нормативный, материалистический, психологический, социологический подходы. Для глубокого изучения права все они важны, если помогают в поиске истины. В наши дни одним из самых спорных является вопрос о соотношении права и закона. В рамках того или иного подхода на него даются разные ответы. Обратимся к двум наиболее типичным подходам, знакомство с которыми позволит выявить ценные и полезные в каждом из них. Нормативный подход к праву. Он получил название от слова «норма», то есть юридическое правило в соответствии с данным подходом, между правом и законом фактически нет различия. Нормативный акт, закон, в котором находит свое выражение государственная воля, это и есть право. Оно представляет собой иерархическую систему норм, пирамиду, лестницу, где на самом верху находится основная норма. Основной закон, а по ступенькам ниже располагаются нормы меньшей юридической силы. И все они должны соответствовать требованиям основной нормы. По мнению правоведов, нормативный подход привлекателен с практической точки зрения. Ведь в решении конкретного дела юристы, судьи, прокуроры, адвокаты могут опереться только на норму закона. Критики данного подхода доказывают, что сводить право к закону нельзя, ибо в этом случае получается, что закон является единственным источником права и прав человека. И значит, государство, чьей волю выражать закон, может по своему усмотрению дарить гражданам те или иные права или же отбирать их. В целом, в отношении нормативного подхода в правоведении нет однозначной оценки. Отмечают одновременно и положительные и отрицательные его черты, а характеризуем некоторые из них. Например, положительную сторону видят в том, что нормативный подход больше, чем какой-либо другой, подчеркивает главное, определяющее свойства права, его нормативность, то есть наличие системы норм, общеобязательных правил поведения, которые четко определяют, как следует поступать в тех или иных обстоятельствах. Если норма действительно является общеобязательным требованием, которое каждый, без каких-либо исключений, должен исполнять, это благо для общества. Другой положительной чертой является четкость, однозначность выражения правового требования, правовых формулировок, как говорят юристы, формальная определенность нормы. Это очень важно, ибо позволяет точно без двусмысленности понимать содержание нормативного акта. Еще одно достоинство нормативного подхода в том, что в нем четко зафиксированы санкции, средства государственного принуждения в случае нарушения нормы права. Число отрицательных черт относится прежде всего игнорирование гуманистической стороны в содержании права. В рамках данного подхода право не рассматривается как мера свободы и справедливости, не учитывается ведущая роль прав человека в системе права. Следовательно, фактически игнорируются насущные интересы человека, то есть того, кому адресованы юридические нормы. На их место ставятся интересы государства. Такое игнорирование опасно не только для человека, но и для самого государства. Порой оно может руководствоваться устаревшими нормами или издавать нормативные акты, противоречащие требованиям гуманизма, отвечающие интересам консервативных и даже реакционных сил. Так, к примеру, в СССР в 30-е годы XX века был принят нормативный акт, который в народе прозвали законом о трех колосках или указом 7-8. Подзаконный акт постановления ЦИК и СНК СССР об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности от 7 августа 1932 года. Суть его в том, что, среди прочего, запрещалось после уборки урожая подбирать случайно упавшие колоски. За нарушение были установлены жестокие наказания, вплоть до расстрела. Подобные нормативные акты, лишенные гуманистического содержания, способны были подорвать веру в советскую власть и государство. Естественно-правовой подход к праву. В основе данного подхода лежит теория естественного права. Какой-либо единой теории естественного права не существовало никогда, хотя различия права естественного и законы отмечали многие выдающиеся мыслители древности. В их трудах содержится немало сходных идей, что позволяет говорить о некоторых типичных чертах естественного права. Согласно этим идеям, каждый человек от рождения обладает набором прав и свобод, которые неотчуждаемы и принадлежат ему всю жизнь. Сторонники естественного права полагают, что право не тождественно закону, а означает нечто большее. Закон, согласно такому правопониманию, является только одной из форм выражения права. Дело в том, что законы, установленные государством, сторонники естественного права относят к творениям самого человека. В лице законодателя, правителя государства называют позитивным правом, то есть положительным, существующим как документальная реальность. Однако наряду с позитивным существует право, независимое от воли того или иного законодателя, государства, естественное право. Во времена античности раннего христианства стали различать право по природе, право по человеческому встановлению. Интересно, что в римском праве существовало два различных термина. Юс прав лекс закон. Период поистине триумфального шествия права по природе стало новое время. Русский правовед Покровский в 1868-1920 годы отмечал, что идея естественного права тянется непрерывно через всю историю Западной Европы. Но особенную глубину интенсивности она приобретает в 17-18 веках, в эпоху которой и дается преимуществу название эпохи естественного права. От идеи к юридической реальности вместе с первыми шагами буржуазной демократии естественное право из теории перерастает в государственно-правовую реальность. Вам известны крупнейшие правовые документы этого периода, основанные на идеях естественного права. США – Декларация независимости 1776 год и Конституция 1787 год. Во Франции – Декларация прав человека и гражданина 1789 год и Конституция 1791 год. Включенное в содержание государственных документов естественное право превратилось в действующие общие обязательные юридические нормы. Столь крупные перемены в политико-правовой сфере жизни общество, современные правоведы называют первой антифеодальной революцией в праве. Революции не в смысле насилия, а в смысле резкого, скачкообразного перехода в новое правовое состояние. Далее следует длительный период спада. Как вам известно, из курса истории конец XIX – первая половина XX века отмечены гигантскими социальными катастрофами, кризисами, революциями, мировыми войнами. Но именно эти потрясения и беды заставили человечество искать пути такого усовершенствования действующего позитивного права, которое могло бы пресечь всякую возможность установления тиранических режимов. Рано или поздно эти пути должны были привести к признанию естественного права. И в середине XX века оно было вновь открыто для того, чтобы продолжить выполнение своего гуманистического предназначения. В декабре 1948 года принимается всеобщая декларация прав человека. И далее объемный пакет основополагающих правовых документов, которые вместе составили так называемую хартию прав человека. В тот же период многие европейские страны, особенно те, которые на себе испытали ужасы фашизма, Германия, Италия, позже Испания, включили в свои национальные конституции специальные разделы о правах человека, тем самым придав им непосредственно юридическое значение. Этот момент называют второй антитуталитарной революцией в праве, когда естественное право вновь обрело непосредственно юридическое значение. В Конституцию Российской Федерации 1993 года также вошла глава о правах и свободах человека-гражданина. Какие же права относят к естественным, прирожденным, неотчуждаемым правам человека? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте определим, что такое права человека. В науке есть такое определение права человека – это нормативно оформленные, то есть представленные в виде четко оформленных норм, правила, которые обеспечивают защиту, достоинства и свободы каждого человека и являются необходимым условием его взаимоотношений с другими людьми, обществом, государством. Из этого определения становится понятным, какую роль играет естественное право во всем бесконечном многообразии жизни и бытия человека. Только права человека могут определить нормативно оформленную границу его свободы, меру свободы. Или, иначе говоря, свобода может быть определена через нормы права, включающие также и обязанности. Опираясь на данное определение, отметим, что к правам человека относят прежде всего право на жизнь и все то, что способствует сохранению развитию жизни. Право на неприкосновенность личности, право владеть имуществом на праве собственности, право на свободу мысли, слово, передвижение, право избирать своих правителей и т.д. К достоинствам данного подхода относят идеи о том, что независимо от государства, объективно существуют высшие ценности права, выражающие справедливость, свобода, юридическое равенство людей, равенство перед законом. Законы могут быть несправедливыми, и их необходимо приводить в соответствие с правом, справедливостью. Критики считают, что данный подход умаляет формальную юридическую определенность, четкость права, поскольку справедливость скорее моральная оценка, и судить о противозаконных действиях с этих позиций затруднительно. К тому же у разных людей различные представления о справедливости, взаимосвязь естественного и позитивного права. Позитивное право, как документальная реальность, появляется с возникновением государства и существует только в письменной форме в виде законов и других юридических документов. Установлено государство, например, древнеиндийские законы Ману, законы царя Хамурапи, римские законы 12 таблиц, русская правда, кодекс Наполеона и другие. Естественное право, будучи объективной первоосновой правовых норм, действует независимо от того, закреплено оно в каком-либо юридическом документе или нет. Прежде всего влияет на правосознание. Сторонники естественно-правового подхода разграничивают естественное и позитивное право, но при этом они, конечно же, не отвергают позитивного права, то есть законов, которые принимает государство. Проблема заключается в качестве закона. Если он не соответствует ценностям естественного права, его нельзя считать правовым. Другими словами, если позитивное право не базируется на естественном праве, не исходит из его ценностей, оно перестает быть правом. Высшая же ценность права – это человек. Его естественное, прирожденное, значит, неотъемлемые права. Следовательно, естественное право позволяет оценивать качество, служит критерием позитивного права закона. Оно помогает определить, насколько закон соблюдает интересы человека, его права и свободы. В этом и состоит смысл разграничения права на естественное и позитивное. Однако такое разграничение не абсолютно. В современном праве идет вполне закономерный процесс сближения естественного права с позитивным. Выше уже было отмечено, что естественные права выражают меру свободы человека. Сама свобода с позиции естественно-правового подвода трактуется как пространство человеческой активности, реализация природных задатков людей, как естественная возможность поступать по собственному усмотрению, сообразно своей воле и интересам. Вместе с тем, и это особенно подчеркивают сторонники естественного права, свобода не может быть безграничной. Такой свободы нет. Нерегулируемая свобода всегда оборачивается своей противоположностью, беззаконием, произволом, беспределом, которые ведут человека к катастрофе самоистребления. Вы сами могли бы привести немало примеров проявления безграничной свободы. Определить границу, меру масштаб свободы, или говоря словами Канта, годы жизни 1724-1804 годы, границу совместимости свободы каждого человека со свободой всех других людей способны в первую очередь два великих социальных регулятора, происходящие в самой жизни, право и мораль. Есть основания сделать вывод, что необходимость четкого закрепления границ свобода делает неразрывной связь между естественным и позитивным правом. По своей фундаментальной социальной роли, естественное право служит первоосновой, первоисточником позитивного права, постоянно питает его идеями гуманизма, свободы, справедливости. В свою очередь, позитивное право придает этим идеям силу всеобщей, обязательной, храняемой государством нормы поведения, силу закона, делая тем самым желанную свободу людей реальной. Чтобы проиллюстрировать взаимосвязь естественного, позитивного права закона, приведем пример судебного дела, о котором рассказал известный российский правовед Алексеев. Это произошло в тайге, где работали геологи. Выйдя как-то утром к реке, геолог Петров, фамилии изменены, услышал на противоположном берегу треск кустов. «Медведь!» – подумал он. И не случайно. Медведи действительно частенько беспокоили геологов. Не теряя времени, Петров бросился за ружьем. К нему присоединился еще один геолог Широков. Выскочив на берег, они одновременно выстрелили в черное пятно, видневшись сквозь туман. Оружия в них были абсолютно одинаковые, купленные в одном магазине. Финал истории трагичен. На другом берегу они убили не медведя, а начальника соседней геологической партии, который возился с рыбацкими снастями. Во время судебного разбирательства выяснилось, что погибший был убит только одной пулей, а вторая, ударившись о патрон для ракетницы, лежавший в кармане убитого, отлетела в сторону. Чья пуля убила, определить было невозможно. Стреляли оба. Но это было неумышленное убийство, хотя оба проявили грубую неосторожность, и вторая пуля отскочила только случайно. Поэтому суд признал их виновными. С точки зрения действовавшего закона все было верно. Однако Верховный суд отменил это решение. Судьи рассудили. Смерть наступила только от одной пули, значит, кто-то один заведомо невиновен. И вот тут проявилось глубокое понимание судьями самой сути права, права как справедливости. А справедливость требовала освободить невиновным, но кого определить невозможно. И освободили обоих. Позитивное право, законы, другие источники правовых норм, которые получают официальное государственное признание. Право, понимание, цельное, концепции правовых идей. Практические выводы. Первое. Права принадлежат человеку от рождения. Эти права являются высшей ценностью. Учиться правильно пользоваться своими правами – ваша основная практическая задача. Эту задачу за вас не может решить никто. Но и ответственность за результаты в первую очередь лежит на вас. Из вышеизложенных вытекают три главные практические обязанности. Права человека необходимо уважать, соблюдать и защищать. Уважение прав проявляется прежде всего в их соблюдении. А соблюдение в ряде случаев связано с необходимостью их защиты. Выполнение этих обязанностей потребует немалых личных усилий на протяжении всей жизни. Как гражданину вам придется не только наблюдать за действиями власти, но и сталкиваться с ее представителями. Действия власти можно правильно оценить только через призму ее отношения к правам человека, к вашим правам. Более того, важно помнить, что у вас есть право контролировать решения и действия власти, соглашаться или не соглашаться с ними при необходимости обжаловать их в суде. Вы живете в обществе, в окружении других людей, наделенных теми же правами, что и вы. Следовательно, осуществление ваших прав не должно нарушать прав и свобод других людей. Мысли мудрых у народов, пользующихся гражданской свободой. Каждый индивидуум стеснен с законом, по крайней мере, в той степени, какое это стеснение необходимо для поддержания права всех. Стендаль, 1783-1842 годы, французский писатель.